случилось чудо вчера я пересилил свою лень упс я имею ввиду нехватку времени конечно исходил в тренажерный зал я так гордился собой наматывая километры на беговой дорожке поднимая штанги и подтягиваясь но сегодня я не очень-то рад а причина моего плохого настроения раздражающая мучительная пост тренировочная боль в мышцах счастье у меня есть пара фокусов по ее преодолению прежде всего не повторяйте моих ошибок и постарайтесь не поддаться искушению поваляться после интенсивной тренировки лучше принять ледяную ванну может вы знаете что у большинства спортивных команд в раздевалке есть ванны наполнены льдом и после тяжелых тренировок спортсмены проводят в них 10 минут спустя пару часов положите электрогрелку или любой другой источник тепла на натруженные мышцы это стимулирует циркуляцию крови и снимет напряжение что в свою очередь ускорит процесс восстановления сходите в продуктовый магазин и закупитесь вишни и ананасами эти продукты богаты ферментом под названием бромелоин он отлично снимает воспаление а пища которая содержит этот элемент часто оказывается более эффективной чем противовоспалительные препараты даже если боль в мышцах невыносимо все равно нужно немного подвигаться да это неприятно но это улучшит кровообращение и снимет боль а еще ускорит процесс заживления ведь кровь переносит питательные вещества и кислород к мышечной ткани чем быстрее эти кирпичики будут доставлены и тем быстрее вам станет легче но не поймите меня неправильно я не предлагаю вам провести полноценную тренировку уже на следующий день лучше пройтись в парке или часок покататься на велосипеде легкая растяжка еще один крутой способ положить конец своим страданиям я уже слышу ваше возмущение о чем ты говоришь я мучаюсь от сильнейшей в моей жизни боли в мышцах а ты предлагаешь потянуться именно так во время растяжки вы увеличиваете амплитуду движения и снимаете напряженность мышц это не восстанавливает мышцы и не ускоряет их заживление но физически вам сразу станет легче в то же самое время надо быть аккуратнее не нужно перенапрягать мышцы которые и так напряжены иначе все станет хуже ведь тело начнет сопротивляться вытяжению поэтому попробуйте растянуть мышцы пока не дойдете до максимальной точки задержитесь в этом положении на 5-10 секунд расслабьтесь затем повторите несколько раз но никогда не допускайте невыносимой боли можно навредить своему организму к тому же если мышечная боль очень острая лучше пропустить этот совет пейте больше воды чем обычно в смысле действительно много оказалось что существует прямая связь между мышечной болью и дегидратации и причина возможно в том что вода вымывает вредные вещества другими словами вы тренируетесь ваши мышцы повреждаются и выделяют токсины если пить много жидкости ваши почки и печень они ответственны за детоксикацию организма получат достаточно воды и будут правильно работать научитесь нескольким техникам самомассажа вы возможно знаете что пробежав марафон спортсмены проходят курс восстанавливающего массажа суть в том что он расслабляет натруженные мышцы и снимает излишнее напряжение но делать его надо не позже 48 часов после тренировки но если одна только мысль о том что кто-то прикоснется к вашим ноющим ногам или рукам вышибает у вас холодный пот попробуйте сами таким образом вы сможете контролировать силу давления также можно взять валик для фитнеса или палочки для массажа они не менее эффективны чем ручной массаж можно также попробовать компрессионное белье она не даст боли усилиться и ускорит процесс заживления мышечных тканей такое белье удержит мышцы на своих местах и стимулирует кровообращение к тому же можно выбрать то что необходимо компрессионные чулки рукава или даже леггинсы все зависит от того какие мышцы болят больше всего ешьте больше протеина это не только важный элемент для формирования мышц и поддержания их здоровья он также помогает им быстрее восстановиться после сложной тренировки но это не значит что нужно заменять все продукты на мясо и рыбу нужно есть ровно столько чтобы облегчить организму задачу обратите внимание на такие продукты как греческий йогурт постная говядина белая рыба чечевица бобы и горох белое мясо маложирное молоко и творог все эти продукты содержат много белка но не слишком много жиров и лишних калорий помните время лечит я имею ввиду не только душевные раны если будете следовать этим рекомендациям очень скоро вам станет лучше но во время восстановления обратите внимание на тревожные знаки которые могут указывать на то что причина мышечной боли не в тренировках если у вас не просто сильно болят мышцы но также есть какие-то из следующих симптомов слабость отечность моча цвета колы нужно срочно бежать к врачу это может быть признаком того что натруженное мышечное волокно отмирает и выделяет протеин под названием миоглобин в кровоток тогда необходимо срочная медицинская помощь ведь в худшем случае могут отказать почки если в какой-то момент во время тренировки вы почувствуете острую боль или боль в мышцах не пройдет спустя пару дней есть вероятность того что вы получили травму немедленно запишитесь на прием к врачу ну вот теперь вы знаете как справиться с болью если вдруг переусердствовали в зале но давайте разберемся почему возникают неприятные ощущения после интенсивной тренировки и что делать чтобы предотвратить эти страдания на самом деле чтобы укрепить мускулы нужно сначала их повредить и только после восстановления они начинают расти и развиваться естественно этот процесс отзывается болью в мышцах и хотя это не очень приятно но все же абсолютно нормально но мы говорим о крепатуре или синдроме отсроченной мышечной боли и вот это не нормально она ощущается наиболее остров первые 24 72 часа после слишком интенсивных тренировок ведь именно в этот период ваше тело наконец приступает к восстановлению разорванной мышечной ткани проблема в том что если вы привыкли страдать от крепатуры после каждого похода в зал может развиться атрофия а это значит однажды мышцы уже не смогут восстановиться в смысле вообще и так помните что если боль острее чем обычно это не значит что тренировка прошла эффективнее а результат будет лучше к тому же в случае крепатуры требуется больше времени на восстановление следовательно дольше нельзя заниматься придется отклониться от плана и пропустить дни тренировок как избежать синдрома отсроченной мышечной боли во-первых повышайте нагрузку постепенно так сказать шаг за шагом во вторых никогда не забывайте о разминке и динамичной растяжки например выпады с проходкой махи ногами и приседания они готовят тело к тренировке и снижают эффект крепатуры помимо этого следите за позой во время выполнения упражнений и выбирайте вес в соответствии со своей подготовкой так упражнения становятся более эффективными кроме того мышцы не будут настолько сильно болеть если правильно поднять двадцать два килограмма а не сто но неверно закончите тренировку легкой аэробной нагрузкой например побегайте или походите в течение пяти десяти минут таким образом дыхание и сердечный ритм восстановится но что важнее это поможет организму избавиться от молочной кислоты которая выделяется во время тренировки и отчасти является причиной пост тренировочной мышечной боли и еще сразу по окончании тренировки съешьте что-то богатое протеином и углеводами это поможет восстановить поврежденные мышцы а как вы справляетесь с болью в мышцах расскажите в комментариях если сегодня вы узнали что-то новое поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями но эй не спешите качать ягодичные мышцы у нас есть около двух тысяч классных видео для вас надо всего лишь выбрать видео справа или слева кликнуть на него и наслаждайтесь оставайтесь с адми